Спортсмена, однако, тот, к сожалению, получил травму. Некоторое время был без соперника Магомед Анкалаев. Но вот нашелся, нашелся бразилец Клицен Абрю, который вышел на коротком уведомлении. И Магомед сохранил место в главном карде этого яркого турнира. Занимался греко-римской борьбой Магомед Анкалаев. Потом тренировался по боевому самбо. Дважды стал чемпионом мира и трижды чемпионом России по любительскому ММА. Первый в истории России. Он был удостоен звания мастера спорта международного класса по смешанным боевым единоборствам. Также является мастером спорта по боевому самбо. До того, как пришел в UFC, был чемпионом в полутяжелом весе World Fighting Championship Ахмат. Промоушен которого на данный момент уже не существует с недавних пор. Дебютировал Анкалаев в марте 2018 года. Меньше года назад именно тогда он на последней секунде боя проиграл Полу Крейгу. Тот бой он, я напомню, выигрывал по всем статьям. И секунды не хватило ему для того, чтобы дебютировать в UFC удачно. На ваших глазах Клицын Абрю, его соперник. Обоим бойцам по 26 лет бой будет проходить в тяжелом весе. Статистика Клицына 14-2 и 10 из этих побед одержаны сабмишинами. То есть он очень силен на земле, любит все, что угодно. Все, что угодно. И удушающие приемы, и болевые. Все, что угодно можно от него ожидать. А сейчас мы видим с вами преимущество. Магомеда Анкалаева в росте, сильно выше, чем свой соперник. Но при этом по размаху рук, при всем при этом, они в принципе примерно одинаковые. А замечу, что Клицын Абрю не сделал вес к этому бою. Провалил он взвешивание и слово Брюсу Бафферу. Санкт-Паллуб Продолжение следует... На ваших экранах Леон Робертс, который будет обслуживать этот поединок. На серии с шести побед подряд идет Клицин Абрю. Ну и, как мы уже сказали, всего лишь одна победа пока в активе Магомеда Анкалаева. До этого боя он проиграл. Совсем недавно узнал об этом поединке Абрю. Согласился он выйти на коротком уведомлении против Анкалаева. Ну, надо сказать, что многие называют Абрю вообще настоящим кошмаром для россиян, поскольку в последних пяти поединках, три, он одержал победы именно над спортсменами из нашей страны. Ну, будем надеяться, что Анкалаев сможет прервать эту серию. Пошел вперед Магомед, но он наткнулся. Ну, в общем, достаточно хорошее сопротивление от бразильца. Достаточно широкая постановка ног у Анкалаева. Ну, очень он универсальный спортсмен. Может работать одинаково успешно как в стойке, так и в партере. Очень здорово переводит соперников всегда. Вот сейчас смотрите, как легко. Ох, отличная подсечка была у Абрю, но Анкалаев устоял. Практически Абрю очень легко перевел бой на землю. Но надеемся, что Анкалаев сейчас за счет какой-то физики сможет навязать свою борьбу в клинче. Не сделал вес, как ты уже сказал, Абрю. Заплатит он 20% своего гонорара в пользу Магомеда Анкалаева. Причем независимо от того, победит он или проиграет, все равно 20% от его зарплаты уйдет Магомеду. Да, ну и, к сожалению, для него автоматически он лишается права претендовать на какой-либо из бонусов в 50 тысяч долларов. Ну, вот подсказывают из угла Магомеда Анкалаева, что нужно контролировать дальше. Но вот публика уже недовольная, какая нетерпеливая публика в Краге, начинает свистеть буквально через полторы минуты после начала поединка. Анкалаев сейчас здорово пытается перевести соперников партера. Отличный локоть. Хороший локоть сейчас был, да. Отличный локоть. Ну и Абрю попадает. Справа очень жестко попал Абрю. Анкалаев не ожидал. Такая ссадина уже вокруг левого глаза у нашего соотечественника. Пошел вперед. Джеб правой прямой пытался провести. Не слишком удачно. Хорошая заруба только что была. Обменялись ударами. Янкалаев попал и Абрю. Короткие такие хуки. Надо сказать, что ни один из поединков Абрю не дошел до решения. 16 боев он провел в профессиональной карьере. 4 победы нокаутом, 10 побед приемами и 2 поражения оба нокаутом. Не доверяет судьям. Клицин. Действий немного, но каждый раз, когда они происходят, очень опасно. Отлично попадает навстречу Анкалаев. Пытался добавить ногой. Был потрясен на какой-то момент Абрю. Пытается ответить сейчас. Но Анкалаев, по-моему, набрался уверенности. Откровенно потряс он своего соперника. Было видно. Не устоял даже на ногах бразилец. Но именно поэтому Клицин сейчас отступает. Посмотри, что происходит с носом. Очень сильно изменил свою форму и нос Клицина. Да, есть ощущение, что он сломан. По всей видимости, Магомед Анкалаев своя одной единственной атакой. Только что... Из-за этого могут вполне остановить поединок. Как, например, было во времена, когда Карлос Кондит дрался против Тиаго Алвиша. Сломал тому нос и в перерыве Тиаго Алвиш не смог продолжить поединок. Рефер его снял. Примерно такая же ситуация там была. Еще минута 40 до конца поединка. Вполне возможно, что Магомед сейчас еще добавит ударов. И точно доктору придется вмешаться в этот бой. Поскольку сейчас даже немножко страшно смотреть на лицо. Обрю. Может быть, конечно, это из-за крови так кажется. Но в стойке мне показалось, что уже выглядит достаточно подозрительно. Нет, видно действительно, какие-то деформации уже небольшие происходят. Да и не небольшие, вполне себе очевидные. Кровоточит нос, обрати внимание. Да, очень неприятная ситуация для Обрю. Да, минуту до конца раунда. Еще Магомед может добавить сейчас в удачной позиции. Он сидит, хорошо контролирует соперника. Не дает ему двигаться особо. Очень уверенно контролирует. Вот сейчас еще и добавит в ту же область локтей. Будет совсем страшно. Пытается ввязать Обрю, но ничего не получается. Анкалаев легко достаточно освобождается и продолжает работать. Да, да, да. Вот, вот. Вот это делай. Вот это делай. Да. Еще. Кричат, что все правильно делает Магомед Анкалаев. Его полностью поддерживают те действия, которые наш статистический предпринимает в данные минуты. Действительно, очень видна сейчас, скажем так, перегородка, которая уже сменила свою траекторию. И удивляюсь мужеству Обрю, который не подает виду, что с ним что-то не так. Полминуты до конца. Нужно выдержать Обрю, но... Старается ввязать он сейчас соперника. Интересно, что сейчас будут делать в углу. Есть ли возможность вправить нос в такой ситуации. Еще локоть проходит у Магомеда. Уже совсем Обрю переходит в режим выживания, но пока еще держится. Старается ввязать и даже пытается сам добавить локоть. Удивительный человек Клицин. Удивительно стойкий действительно бразилец. Заканчивается первый раунд. Что ж, посмотрим, что будет происходить в углу Клицина Обрю. Все ли нормально. Сам бы пытался только что потрогать, пощупать нос, чтобы понять, что с ним происходит. Полотенце сейчас прикрывает его лицой. Сложно понять, насколько все плохо. Нет, абсолютно очевидно. Деформация здесь довольно жутко выглядит. Напоминает нос Андрея Орловского. Проверяет угловые. Картман посматривает, что можно сделать в этой ситуации. Давит потихонечку на противоположную сторону, чтобы нос вернулся в привычное положение. Но не зовут доктора. Судя по всему, позволят бразильцу продолжить этот поединок. Да, поразительно, что Клицин не подавал виду. Даже пропуская после этого еще и локти в эту область, он все равно продолжал бороться, вязать. То есть ни на секунду не ослабевал хватку. Вот этот страшный удар снизу. Очень точно попал он именно в нос. Аперкот. Здорово. Навстречу. Вроде бы короткий. Очень похож, кстати, на тот апперкот, который вроде как попал Фрэнсис Нгану неделю назад. Что-то общее есть в этих ударах, да. Ну, видимо, из-за короткой амплитуды этого апперкота. Но, к сожалению, Абрюш шагал прямо навстречу, поэтому удар получился даже сильнее, чем можно себе представить. Ну, идет вперед. Бесстрашный бразилец. Стоит отдать ему должное. Надо, учитывая, что он продолжает наступать сам, это, конечно, впечатляет. Попадает, смотрите, левым хайкиком, причем без защиты никак не смягчил Магомед Анкалаев этот удар. Но стоит, очень уверенно стоит. Уроженец Дагестана. Ну, забрал он первый раунд в одну калитку. Не знаю, насколько возможно дать там 10-8, но 10-9 точно в активе Магомеда тот раунд. По общему количеству удара 37-11 ведет Магомед Анкалаев. То есть, существует почти в 4 раза его преимущество по количеству нанесенных ударов. Но это все-таки были незначимые удары, а просто удары, то есть, какие-то короткие тычки тоже учитывая. Опять дважды апперкот. Не очень осмотрительно пошел вперед с локтем к лице на Абрю, но Анкалаев поймал его и несколько раз попал. Очень увесисто. Пока не ищет счастья в партере. Кстати, Абрю, посмотрите, пошел вперед и, по-моему, Анкалаев уже пропустил. Успешная серия у Абрю прошла только что. Первая в этом раунде. Советует Магомеду Анкалаеву больше двигаться на ногах. Не застаиваться. Идет вперед Абрю, но ловит его Анкалаев. Добавил колено, но добавил колено в ответ уже и к лицам. Хороший хайкик, но в блок. Тем не менее, было видно, что мощь в этом ударе определенно была. Советует обоим спортсменам закрыть свои ладони, чтобы не навредить спортсмену напротив. Ну, это вот как раз часть тех новых правил, о которых мы говорили перед этим поединком. Да, тачки в глаза, к сожалению, очень распространены, поэтому с ними пытаются бороться сейчас в UFC. Сильное кровотечение из носа продолжается у Клица на Абрю. Снова советует Магомеду двигаться больше. Ну да, действительно, сейчас он застаивается, но во многом это связано с тем, что не слишком удачно атакует и Клица на Абрю. Не слишком активно и агрессивно он идет вперед. Первая половина раунда была такой спокойной, только вот там пару взрывов мы увидели. Хорошо попадает Магомед Анкалаев навстречу сейчас прямым ударом. По-моему, Абрю тоже успел. Не первый раз уже тактика эта приносит успех дагестанскому спортсмену. Старается Анкалаев сейчас на контратаках больше отрабатывать. Выжидает. Чуть больше двух минут остается до конца второй пятиминутки. Ну, после первого раунда это кажется очень спокойным. Попытка перевести бой на землю от бразильца. Сомкнул руки за спиной Анкалаева бразильский спортсмен и попытается сейчас перевести, но с хорошей балансом Магомеда. И сам он, в свою очередь, уже пытается выполнить бросок. Так просто не бросишь Магомеда. Отлично защищается. Тем более, учитывая количество побед с обмешанными у Клицина, он может и умеет переводить и знает, что делать на земле. Но, тем не менее, против Магомеда Анкалаева у него получается что-то нечасто. Хорошо он сейчас сделал такой реверс. Блокировал все попытки Абрю. Ну, и сейчас уже он в позиции контроля. Магомед Анкалаев. Добавляет локоть сейчас легкий. Вот вполне возможно, да. Попытался сделать... Ах, неплохо сейчас попытался бросить уже Абрю, но Анкалаев сконтрил и оказался в сайт контроля. Не удалась подсечка у Клицина, и Анкалаев находится наверху в хавгарде. Да, сейчас уже в хавгарде. Магомед. Посмотри, одинаковая тактика, что на первой, что на второй раунды. Последние полторы минуты проводят тейкдаун и попытаются наверняка до конца додержать соперника здесь, если не представится удобной возможности закончить поединок досрочно. Да, очень похоже. Очень похоже концовке раундов, действительно. Магомед опять не торопится и, видимо, не хочет самымышленно менять позицию, поскольку в этом положении он может хорошо контролировать бойца. Но Абрю немножко выигрывает. Немножко выигрывает, закрывает гард, скрещивает ноги. И чуть больше контроля у него сейчас есть над нашим спортсменом. Абрю снизу из положения умудряется еще. Советуют встать у главы Магомеда Анкалаева. Ну, 20 секунд до конца, наверное, смысла в этом особенного нет. Да, я думаю, что... Скорее всего, просто опасаются того, что может повториться сценарий, как в поединке с Полом Крейгом. Тем более, что Абрю-то не менее опасен, чем шотландец в партере. На секунду Абрю схватился за сетку. Сразу же получил замечание от рефери. И мы видим все-таки паузу. Третий раунд у нас сейчас будет. Настоящий герой, бразилец. Полтора раунда он уже отбегал, отпахал, отборолся со сломанным носом. Пытается остановить кровь Гатман, но в данном случае это практически бесполезно. Облегчить чуть-чуть страдания он может бразильскому спортсмену, но не более. Еще пять минут. Но, посмотрите, уверенно держится. Клиться на брюх. Да, выглядит все хуже, чем это показывает на себе клиться на брюх. Он уже все, ты уже все сделал, аккуратно собран, до конца доработай. Давай. Давай, давай. Просит аккуратно доработать до конца. Оставшиеся пять минут поединка Магомеда Анкалаева. Видимо, это означает, чтобы Магомед лишний раз не рисковал сейчас, а вел какой-то аккуратный поединок. Скорее всего, его угловые убеждены, что два раунда в копилке Магомеда. Ну, в общем, сомнений в этом нет. Начинается заключительный раунд этого боя. Третьего боя в UFC для Магомеда Анкалаева. Напомню, что пока его рекорд в сильнейшем промоушене мира 1-1. А Клейсон к лица на брюх вообще дебютирует, выйдя на коротком уведомлении. Но с шестью победами подряд за спиной. Конечно, обидно, когда прерывается такая серия. Да, последние победы, скажем, он обе одержал во втором раунде удушением над Вадимом Немковым и Антоном Визигиным, двумя российскими спортсменами. Да, прошу прощения, над Визигиным, конечно, победа была армбаром. Заходи, заходи, Мухаммад, заходи. Иди разрыв. Иди разрыв. Иди разрыв. Иди за ножку, не стой впереди. И стоишь как цель. Абрю продолжает наступать. Хорошо ловит сейчас Магомед его. И сейчас... Закрывается Абрю там, да. Снова та самая позиция. Нет, нет, все-таки поднимается Абрю. И атакует сейчас Анкалаев, атакует мощным правым ударом. Абрю бежит Абрю, спасается. Очень уверенно работает Магомед Анкалаев на протяжении всех трех раундов сегодня. Снова есть вопросы у рефери к пальцам Анкалаева, который к открытым ладоням. Чтобы избежать тычков в глаза. Перечисляя последние победы Абрю, я сказал, что у него есть победа над Вадимом Немковым. Конечно, нет, над его старшим братом Виктором, поэтому извиняюсь. Вадим Немков в последнее время поражение не терпит. И является главным претендентом на титул одного из также крупных американских промоушенов. Двукратное преимущество по значимым ударам у Магомеда Анкалаева над своим соперником. Так что действительно он впереди с запасом. Много еще сил у Магомеда Анкалаева. Я думаю, что если бы нужно было прибавить, он с удовольствием бы прибавил. Хотя вот публика гонит бойцов вперед. Под Бадр и вот хотят явно зрелище посмотреть. Но есть ли сейчас смысл рисковать и идти за досрочную победу Анкалаев? Тюмбулев, кстати, сейчас пропустил он. Удар справа от Абрю. Но учитывая, что Магомед действительно впереди, то, наверное, он может выбрать и безопасную тактику ведения боя, чтобы лишний раз ничего не пропустить, спокойно довести бой до решения. Но фанаты из Чехии не будут довольны, учитывая, что сейчас они активно свистят и гудят. А вот, кстати, подсказывают из угла Анкалаева, что не нужно отходить назад, нужно поддавливать, нужен прессинг, нужна агрессия. Неплохой лоу-кик. Не так часто он прибегал к этому элементу сегодня. Меньше двух минут осталось до конца поединка. И вот он, клинч. Попытался сблизиться Абрю, но, в принципе, это его единственный сейчас шанс попасть, либо перевести соперника в партер и уже поймать его там, на болевой или удушающий. Но в первой же секунде клинча Магомед Анкалаев забрал первенство, развернул соперника и прижал к сетке. Сильнее физически явно Магомед, чем Клицын. Ну, при этом отметим, что Клицын не один бой провел в тяжелом весе. И в том числе и предыдущий его поединок прошел именно в тяжелой весовой категории. Да, повторим для наших слушателей, что сейчас проходит поединок в полутяжелом весе, но Клицын на 2 килограмма ошибся, не смог досогнать вес. За это поплатится тем, что отдаст 20% от своей зарплаты. Свистит публика. Магомед попробовал сейчас сам перевести бой на землю, но не получилось. Следуя своему геймплану, который был им воплощен в жизни в первом и во втором раунде. В последние полторы минуты, мы напомним, в первом и во втором раунде он переводил соперника в партер и уже не давал ничего сделать до конца пятиминутки. Разнимает ли он Робертс соперников? Предупреждал он неоднократно о том, что сделает это, но активности никакой не было. 30 секунд до конца, может быть мы увидим сейчас рубку небольшую. Но есть ли смысл в этом? Для Магомеда нет, а вот для Абрю вполне. Кстати, вот видим сейчас хороший размер ударов, из которого Магомед выходит победителем. Да, отлично попал. Аперкот вообще самое действенное оружие Анкалаева. Сегодня попытался как медведь сейчас схватить своего соперника к лицу на Абрю. Ничего не получилось. Отличная реакция у Магомеда. 10 секунд и сейчас уже риск не оправдан. Идет вперед Абрю, а Магомед, посмотрите, не рискует. Входит в клинч, попытался перевести в партер. Чуть-чуть не получилось, но додержит в клинче, да? Не слишком зрелищная, но от этого не менее уверенная победа, скорее всего. Подождем, конечно, официального решения, но сомнений лично у меня нет. А вот это самый яркий, пожалуй, момент сегодняшнего боя. Отличным апперкотом навстречу, коротким. Попал Магомед Анкалаев, попытался добить, не получилось. А вот здесь здорово попал, уже к лица на Абрю. Еще несколько апперкотов мы видим в исполнении нашего соотечественника. Отличный джеб, еще один апперкот вскользь. А вот здесь отлично сконтрил попытку перевода в партер от бразильца. И оказался сверху Магомед Анкалаев в доминирующей позиции. Не осталось уже сомнений, что действительно спортсмены из России явно победили в этом поединке. Вопрос только, какого количества раундов все-таки он забрал. Все три? Или, возможно, какой-то раунд все-таки дадут Абрю? Далеко не уходите, дорогие слушатели. Следующий поединок будет особенно интересным. Там будет драться Петр Ян и против Джона Дотсона. Отдельно поговорим про этих спортсменов. Это будет явно захватывающее представление. С минуты на минуту сейчас объявят уже результат этого поединка, который, в принципе, достаточно предсказуем. Ну а впереди у нас еще пять, пять боев, пять боев, финальный из которых, как я подозревал, вряд ли дойдет до решения судьбы. Довольно в углу Магомеда Анкалаева тем, как провел их подопечный этот поединок. Видимо, красоты чешской столицы. Напоминаем, что впервые турнир UFC проходит на территории Чешской Республики. В карде одна представительница Чехии. Это Люси Пудилова, а пока слово Брюсу Бафферу. Как мы и предполагали, Магомед Анкалаев побеждает. 30-27 отдали двое судей, то есть все три раунда ему. И один, только один судья все-таки дал один из раундов его сопернику Клицину Абрю. А в остальном, действительно, можно назвать это доминирующим выступлением, но, может быть, не самым зрелищным по меркам болельщиков в Чехии, которым не понравилась концовка боя. Немножко они успели там посвистеть, погудеть. Но главное это победа, все-таки это большой спорт, в котором нужно побеждать любой.